Субтитры делал DimaTorzok 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 После войны оставшихся живых братьев были в рядах советской армии Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот, например, дневник Боря Капранова Вот, оформлено как действительно дневник детский С фотографиями С фотографиями из семейных альбомов Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Здесь вот как раз ее имунинник Тоже с ее записями ДимаTorzok 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 Тебя не хвалась Здравствуй Грberg Чего там «фронт»-то? Слыхают Сейчас ты сейчас Кавари Москва Приказ Верховного Главнокомандующего Варшалаâu советского союза Конинаnisse Войска 2-го Украинского фронта продолжают стремительное наступление. Несколько дней назад форсировали реку Днестр на участке протяжением 175 километров, овладели городом и важным железнодорожным узлом пилиции и развивали наступление. Вышли на нашу государственную границу. Так-то вот, бабоньки, вчера мы, кажется, последних мужиков на фронт отправили. Больше провожать некого. Будете реветь-то, будет. Я чего вас собрал-то? Ваши мужики перед отъездом меня над вами председательствовать поставили. Так что теперь я за вас и за весь колхоз в ответе. Общее собрание, сами понимаете, собирать было некогда. Направление этот вопрос решили. Но как бы тяжело не было, наше село должно давать фронту и хлеб, и молоко, и масло, и мясо. Так что работать мы теперь должны в полную силу, чтобы перед теми, кто на фронте, кровь проливает, нам не было позорно и стыдно. Наряд такой. Анна, солому самбара снять, разделить на две недели, а ось до роста пыль дотянет. Деду Колю, смотри, за реку пошлем, там сташки с осени остались. Так, Самсонову, Дегтярева, Кошкина, Лазарева. Сажаю бабоньки вас на трактора. Разбирайтесь в технике, пока время есть. Не успеешь моргнуть, в поле надо было. Чижову Просковью, Настю Кутыреву, Титову Марию, Фирсову Марию, Лачину Иванну, Лушу Кузнецову, Екатерину. Индерейкину, рыть окопы к лесному матюнину. Пусть берут бельишко смену, да хлеб распоряжусь, чтобы выдали. Руки-то в колхозе не лишние. Ну что ж поделаешь, коли напал вражина на матушку Россию. Надежда, а что там с сушенками-то? Насушили, Григорий. Килограмм сорок луку да картошки. Когда отправлять-то будем? Абос пойдет на следующей неделе. Бабоньки, соберите посылки. Да не забудьте носки с варежками положить. А Любовь Анатольевна не пришла? Придет. Деток отпустит и придет. Мы тут носки принесли. Передавайте бабоньку. Давайте. Вот возьмите. Да еще кисетки вот с маком. Здравствуйте всем. Извините, задержалась маленько. Чем порадуете, Любовь Анатольевна? Докладываю. Зол собрали. Засыпали в мешки на колхозном дворе у склада. Через недельку-другую, думаю, еще пройдем. Надеюсь, мешков пять наберем. Да. Вот ребята письма написали на фронт. Григорий Иванович, пожалуйста, попросите в райкоме. Пусть расложат их в посылке. Уж больно старались ребятишки. Да, 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 да. А давно писем-то не получали бабоньки? Вчера, вот, вчера письма от Саши получила. Почитай, Наталья. Какую-то весточку. Читай. Ой, давно не писал. Читай, Наталья. Здравствуй, Наталья. Во-первых, в строках своего письма целуйте и шлю привет всем нашим родным и близким. Береги деток, Федя, Надю, Настю, затем, Наташа, сходи в сельсовет и в колхоз. Попроси помощи, если тебе будет трудно. Сегодня весь день стреляли товарищи мои. Кто убит, кто ранен. Поморозили ноги. Завтра наступление. Будем форсировать, не знаю, жив буду или нет. Может, Бог поможет. Жди следующего письма. Целую всех заочно. До свидания всем. Буде, я не говорю, Буде, воюют наши земляки очень даже неплохо. Мне утром из военкомата сообщили, что наш односельчанин Сергей Ермаков. Антонина Ермакова тут? Тут она. Так вот, Антонина, твой мужик за геройский поступок орденом награжден. Есть известие о Николае Ходорове. Клавдия, тут? Не пришла она. Детё у неё малое. Вы, кажись, подруги. Так вот, будешь у неё сообщи. Он медаль получил. А про моего нет весточки? А про моего? А Каркупин Николай же? А Кабаев Максим. Ша, бабоньки, больше известий ни о ком не имею. А Лёша, мы его убили. Муж, мы его, как же это, взяли и убили. Как же это, взяли и убили. Садись, садись, оплачь, Маша, оплачь. Я ещё буду полегчая. Оплачь. Собрание отменяется. Ох, бабоньки, бабоньки. Вот закончится война. Напишу я Калинину письмо. Опишу ему всю нашу жизнь. И попрошу его, чтобы он вас с самыми большими наградами наградил. Это за что уж такая честь? За терпение ваше. За то, что беде не покорились. Нет, не погибнет матушка Россия. Жить и здравствуйте ей во веки веков. А будет ли она мирная жизнь-то? Будет. Непременно будет. Вот придут мужики с фронта. Отпразднуем победу. Бабы им детишек нарожают. И пойдёт жизнь своим чередом. А те, бабы, чьи мужики никогда не вернутся. Хоть сколько-нибудь этого мирного счастья достанется. Счастье кровать большой. Если его по справедливости разделить, то каждому доля достанется. А что касается солдатских вдов, не знаю, как будет в мирное время. Но будь моя воля, я бы сдал такой указ. Встретил солдатскую вдову, Поклонись ей низким земным поклоном. Уступи дорогу. Помоги донести ношу. Утешь, если у неё горе. 344-я краснознамённая Рословская стрелковая дивизия формировалась в августе-сентябре 1941 года в районном посёлке город Барыш. Штат дивизии находился в старом здании Радыка. Дивизия позднее пополнялась за счёт жителей Барышского и Кузоватовского района. И позднее была переведена в Чебоксары, а затем под Москву. С боями дивизия прошла от Москвы до города Кандава Латвийской ССР. 10 тысяч солдат, сержантов и офицеров награждены правительственными наградами. Многие из них удостоены звания Героя Советского Союза. Один из них – герой, подполковник Николай Николаевич Троцитинский. Имя герой вековечено в названии одной из улиц города Барыша. После окончания войны ученики и учителя школы номер один начали активную поисковую работу. Они отправляли экспедицию по местам боёв, налаживали контакты с ветеранами войны, организовали комнату боевой славы. Ежегодно в нашей школе проходили встречи с ветеранами. В настоящее время материал, собранный учениками-челями школы, хранится в Школьном историко-краеведческом музее. Проходим, девочки, проходим, не толпимся. Всем хватит, всем. Какое непонятно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА